Папиллома не только кожное образование, являющееся тревожным сигналом о проблемах в организме, но и серьезный, а нередко и болезненный косметический недостаток. Папиллома грозит возникновением различных офтальмологических заболеваний, со временем может превратиться в злокачественное новообразование. Как определить симптомы развивающейся папилломы? Что необходимо предпринять для успешного лечения? Энтен ППП? Папиллома, особенности ее возникновения, симптомы папиллома, образование, вызванное папилломовирусом, также называется вирусом папилломы человека. Носителем этого вируса не обязательно являетесь вы сами. Достаточно прикоснуться к человеку, носителю такого вируса, пользоваться предметами, которыми пользовался он, или просто взяться за поручень в автобусе, после чего потереть глаза. Симптомы папилломы могут проявиться далеко не сразу. Вирус вообще может жить в организме человека с самого рождения, если передан при родах от матери, никак не проявляя себя. Но есть определенные факторы, которые способствуют активизации папилломовируса. Воздействие ультрафиолетовых лучей, например, частое или долгое пребывание на солнце. Возраст старше 30 лет. Ослабленные защитные силы организма, силу возраста, а также из-за переутомления, стресса, переохлаждения и т.д. Хронические инфекции, употребление алкоголя, курение, прием гормональных средств или длительный прием антибиотиков. Характерные признаки папилломы. Ненормальное изменение роста тканей, появляется нарост наподобие бородавки. Увеличение размеров пораженного участка. Слезотечение или, наоборот, сухость глаза. Неполное закрытие глаза, веки смыкаются неплотно. Неприятное, вплоть до болевых ощущения, не всегда. Новообразование на веки затрудняет мигание, а значит и увлажнение глаза, при длительном отсутствии лечения это грозит нарушениями зрения. Народные средства для лечения папилломы и так, скорее всего, у вас папиллома. Внимательно осмотрите новообразование на веки. Народные средства для лечения. Вероятно, они не подействуют или подействуют нескоро. Колонхоя, алоэ. Сок этих растений оказывает мягкое действие, не причиняя вреда коже века. Масло чайного дерева или касторовое масло. Необходимо регулярно втирать масло в кожу в течение нескольких минут. Сок, выжатый из кислых яблок, регулярное смазывание папилломы поможет уменьшить ее размеры, возможно, со временем образование исчезнет. Полынный отвар при ежедневном применении ослабляет папиллому, после чего ее можно удалить самостоятельно и безболезненно. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Важное замечание. Если у вас есть информация, что папилломы удаляют с помощью экстракта чистотела, ни в коем случае не применяйте это средство. Кожа век слишком нежна, и жгучий экстракт чистотела оставит заметный шрам. Никогда не используйте и химические средства, которыми можно удалять бородавки на других участках тела, эти средства вызовут ожог роговицы, после которого разовьется слепота. Если домашнее лечение затянулось, а симптомы заболевания не исчезают, настоятельно рекомендуем вам обратиться к врачу. Особенно это касается папилломы, которая быстро растет либо приобретает необычную форму, эти изменения могут быть предвестниками онкологического заболевания. В идеальном варианте к врачу нужно спешить сразу же, как только вы обнаружили папиллому. Чем раньше начато профессиональное лечение, тем эффективнее оно будет и тем скорее вы избавитесь от нежелательного образования. Удаление папилломы современными методами, обратившись к врачу, офтальмологу или дерматологу, вы получите направление на исследование и анализы, после чего специалист даст вам рекомендации. Бывает, что папилломы удаляют с помощью местных медикаментов, обладающих кератолитическим размягчающим роговой слой кожи действием. Если есть необходимость, врач выпишет вам эти средства. Также возможно применение одного из методов, позволяющих удалить папиллому в амбулаторных условиях. Криодеструкция, разрушение холодом, удаление жидким азотом. Данная методика несколько болезненна для пациента, но во избежание неприятных ощущений используется анестезирующая мась. Через один, иногда несколько, сеансов папилломы навеки полностью исчезнет. На месте прижигания остается корочка, снимать ее нельзя, через некоторое время она отпадет сама. Риск появления рубца после такого вмешательства минимален. Удаление лазером очень эффективно и безопасно. На глаз ставится расширитель век, препятствующий рефлекторному миганию. Не стоит опасаться попадания лазерного луча в глаз. Луч действует точечно, только на папиллому. Лазер выпаривает жидкую часть клеток папилломы, а затем выжигает так называемый сухой остаток. Нарост или несколько наростов на коже удаляются за несколько минут, при этом лазер обеззараживает место проникновения и свертывает кровь. Небольшое углубление в коже быстро зарастает, в крайнем случае через неделю. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Участки возле самого края века требуют длительного заживления. После лазерного лечения рецидива папилломы на участке вмешательства не бывает. Если остается рубец, можно прибегнуть к шлифовке также лазером. Лазерная шлифовка делает рубец практически незаметным. Электрокоагуляция применяется для застарелых образований с глубокими корнями. Это очень действенный метод, хотя эффект не всегда проявляется после первого же сеанса. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. После проведения электрокоагуляции на коже остаются рубцы, поэтому применение такого способа лечения целесообразно в естественных складках кожи. Как избежать рецидива? Чтобы папилломы больше не беспокоили вас, необходимо исключить все вышеописанные факторы риска. Залог хорошего самочувствия, здоровый образ жизни, полезная еда, достаточное количество витаминов и минеральных веществ, отсутствие стрессов. Избегайте переохлаждения и переутомления. Обязательно следите за гигиеной глаз. Не касайтесь глаз грязными руками, чаще меняйте полотенца для лица, носовые платки. Если плаваете в водоеме, особенно со стоячей водой, надевайте плавательные очки. Если вы носите линзы, соблюдайте правила их эксплуатации, хранения, очистки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok